Шамиль Курамшин представляет образовательную школу «Элис». На прошлом предпринимательском часе он предложил проект, который заинтересовал представителей администрации. Создание IT-школ сейчас очень актуально. Предприниматель изучил конкурентов в данной области, которые уже работают в нашем городе. В городе существуют две частные школы программирования, это алгоритм. У них дети от 12 лет, у нас с 4 до 14. Цена такая же. Уклон в IT-сервис. У них другой. Также есть алгоритмика. Такой же возраст детей, как и у нас. Цена выше на 50%. Такой же уклон в IT-сфере. Осмотрев предложенные для размещения площади, Шамиль Курамшин не нашел подходящего помещения. Однако ему пришлась по душе территория Дворца творчества. Там на базе IT-класса и планирует открыть новую школу. В пятницу, субботу, воскресенье, после обеда, как раз детки у нас первую смену отучатся в школе, у нас есть возможность предоставить IT-кабинет для работы уже совместно с частной образовательной организацией. Поэтому понимание есть. По стоимости аренды мы определились. По часам мы уже детально с коллегами тоже отработаем. Кроме того, занятия по программированию будут организованы и на базе еще нескольких учебных заведений с инженерным уклоном. Следующим на обсуждение был проект «Историческая тропа», который также заявлялся ранее. Вместо четырех локаций будут представлены три, на каждой из которых по три-четыре фигуры. Стоимость всех этих фигур колеблется от 3 до 45 миллионов рублей, в зависимости от материала. У меня есть пару идей, как это все сделать. Ну и, соответственно, Айнадо Фалович, тогда чуть позже мы ответим на этот вопрос. Хорошо. Откуда мы будем источник определять. А в целом, надо двигаться. И вот у нас задача наших коллег строительного блока, в первую очередь блока благоустройства, этих подрядчиков продолжить искать. Задача найти подходящее предложение. На тропе здоровья очень много мест, где еще можно размещать различные мафии, историческое наследие возрождать. Это все нужно делать. Потом перешли к ранее данным главой города поручением, а именно к теме Мерлеона, который планирует стать резидентом ТАСЭР. Рыбоперерабатывающий завод нуждается в выделении земельного участка для расширения производства. Ответ чиновников главу города не устроил. Заявление в работу, техусловие 30 дней. Ну что это такое? Займитесь техусловиями. Какие 30 дней? За два дня техусловия можно собрать. Хорошо. Прозвоните коллег, вы всех знаете. Просите ускорить для города очень важный проект. Я уже 10 раз об этом говорил. Далее на очереди была пекарня «Дружба», которой тоже необходимо место для расширения производства. Однако предприниматели не устроили предложенные чиновниками площади. Ленина 7А ей категорически не подходит. А почему? А потому что у нее идет, вот то, что она просила в том садике, у нее идет линия, которую она выстраивает из того помещения. Поэтому она категорически недовольна. Наверное, встретимся на следующей неделе. Ну, недовольна помещениям, то, что предложить? То, что отказываем в том помещении. В каком? Ей нужен только помещение Комсомольске 42Б, которое бывший в детский садик. Ее только оно устраивает. А там у нас планируется детский сад, так? Там проблема будет с лицензией у детского садика. А, все понятно. Хорошо принято. Ладно, хорошо не получается, но садик приоритетное направление, поэтому пусть они работают. Одна из целей проведения предпринимательских часов – увеличение количества резидентов ТАСЭР. Ратмир Мавлиев порекомендовал своим подчиненным старательнее работать над этим вопросом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова